Вашнавы Вашнавы отмечают как день явления, как и день входа великих личностей. Авербао указывает на день явления таких великих личностей. Авербао относится к день ухода таких личностей. Я уверен, что мы живем на день, когда кто-то умер. Вашнавы медитируют на игры возвышенных личностей. Вашнавском календаре каждый день есть день явления или день ухода такой великой личностей. И мы находим огромное удовольствие, медитируя на игры и влияния подобных великих личностей. Как Вы знаете, Казаха Панджи — это вечный спутник Господа. Его считают воплощением на Харани. У Радхарани было желание явиться в теле мужского пола. Потому что ее так критиковали за то, что находясь в женском теле она общалась с Господом. И Казаха Пандита описывают как воплощение Радхарани. Читания Маапрабу и Гададхар Пандит были неразвычными. Они всегда были вместе, и Гададхар Пандит был всего на год моложе Господочитания. И Гададхар Пандиту описывают как очень серьезного и спокойного. Однажды Господь Читания танцевал вдоль на шива с Пандитами. Они вместе танцевали. Когда они вместе танцевали с Господом Читании, цвет тела Гададхар Пандита стал темным, а цвет тела Гададхары Пандита стал золотистым. И Гададхар Пандит очень нравится. И Гададхар Пандит очень нравилось, как Гададхар Пандит читает Ширам Пхагватам. Гададхар Пандит служил Господу каждый день. И как же он ему служил? Он растирал сандаловый пастом. И накладывал его на голову Господа. И потом мы делали красивый галенд. Мы делали каждый день. И Гададхар Пандит делал замечательную гирлянду для Господа Читания. И так как это делает Шиматор. И Гададхар Пандит стал золотистым. И Гададхар Пандит поклонялся Саньясу. И Гададхар Пандит поклонялся Саньясу. И Гададхар Пандит, когда регулярно Бажари, он взял Шетра Саньясу. Шетра Саньясу. Гададхар Пандит должен путешествовать и распространять Славу Господу. Но Гададхар Пандит принял Шетра Саньясу. И иногда они задают Саньясу. Где вы живете? И мы говорим, что мы живем там, где наши чемоданы. Но Гададхар Пандит принял Шетра Саньясу. Но Гададхар Пандит принял Шетра Саньясу. И когда вы оставите в одном месте, что он будет оставаться в одном месте и совершать там служение. И кому он служил? Он служил Божеству Торта Кобинации. Гададхар Пандит делал бирлянды для этого Божества. И надевал им Господу. Он служил Божеству Торта Кобинации. Он был Боджарием Торта Кобинации. И когда Господь Итанья ушел из этого мира, Гададхар Пандита была 47 лет. И из-за чувства острого врут и с Господом Чайтаньи он очень быстро состарился. И настолько, что он даже не мог уже дотягиваться до шеи Божества, чтобы надеть гирлянду. Обычно он надевал сам лично эту гирлянду на Божество. Но в какой-то момент он не смог этого делать. И как же Господь ответил на бледность Свою Божество? Господь присел. Это единственное в мире Божество Торта Кобинации, которое сидит и не стоит. Зачем Господь присел? Чтобы при этом было легко надевать гирлянду. Говорят, что Господь Чайтаньи лично вошел в это божество Торта Кобинации, тогда оставлял этот мир. Гадалхар. Гадалхар является вечным сквозником Господа. Сегодня также это первый день. Хакрабхати Род. Сегодня мы также отмечаем день ухода Шиваса Штанам Бхатинова Токура. Хакрабхати Род. Его называют Седьмым Госвами. Кто является шестью Госвами? Госвами Бхатинова Токура. И он описывает Седьмого Госвами. Прабхатинова Токура. Прабхатинова Токура. И, подобно нам, как сегодня день ухода, Бхатинова Токура так и в Лондоне Шракабхати Род давал лекцию на этот день. Прабхатинова Токура. И в этой лекции Шракабхата говорит, что на самом деле Бхатинова Токура является основателем этого движения сознания Кришны. Мы в огромном долгу перед Бхатиноном Токуром. И сегодня мы рассмотрим два абзаца из его поэмы Шракабхати. Очень многие молитвы, которые мы воспеваем, также составлены Бхатиноном Токура. Джайрадамадху, например, мы поем каждый день. Кто ее составил? Какая счастья вы понимаете, при rhythmах, еще хотим прасадить? Последним. Прабхатином Токура. Кто подобран его? Видел Н Killer Н Всян Хракабхатином? Програм Vocêтог titlesы? cialхи Его вклад в вайшнавскую литературу совершенно беспрецедентный. Четанья Махапрабху, как Вы знаете, появился уже 500 лет назад. Как Вы знаете, Четанья Махапрабху пришёл в этот мир 500 с чем-то лет назад. Почему приходит Господь в этот мир? Чтобы восстановить дарму. Как Вы знаете, как Господь сказал, Он говорит, я прихожу из века в век. Для чего? Чтобы восстановить принцип религии, дарму. К сожалению, два важных наставления Господа Четанья были нарушены спустя короткое время после его входа. И его философия была сильно разбавлена. Четанья Махапрабху пришёл в этот мир. Он родился в очень богатой семье. И его дедушка мог составлять замечательные предсказания. И он был очень учёным. Он был очень учёным. Он знал такие языки, как урду, бенгали, ория, английский. И он обучал британцев, как хорошо произносить речи. Одного британца он обучал ораторскому искусству, и тот в будущем стал членом британского парламента. И он начал свою карьеру как учитель английского языка. И Татар Пактинон вообще пришёл для того, чтобы исполнить предсказания Ши Четанья Махапраму. Ши Четанья Махапраму предсказал, что Святое Имя Господа будет петь в каждой городе и каждой деревне мира. И кто-то должен был исполнить это предсказание. И на определённом этапе своей жизни Бхактинон начал разыскивать копию изначальной читания Ши Четанья Махапраму. И даже сейчас, когда вы посмотрите, везде, в районе Махапрама, вы не могли найти его речи. Все, что он понял при этом, это то, что изначальное учение Ши Четанья Махапраму было искажено. И он взял на себя миссию восстановить изначальное чистое учение Ши Четанья Махапраму. За свою жизнь он составил более ста книг и поэм. И он написал множество поэм и бхаджинам, которые мы поём. Поэтому Бхактинон также описывает как воплощение милости Ши Четанья Махапраму. Он занимал множество важных постов в обществе. Как мы уже говорили, он был учителем английского языка. И позже ему дали пост мирового судебного правительства. Это был самый высокий пост, который мог занять человек индийского происхождения. И он остановил множество нарушений порядка в современном обществе. Некоторые неразумные люди поклонялись духом. И было дерево, в котором поклонялись этому духу. Люди приходили туда, совершали какие-то жертвоприношения. И однажды отец одной важной женщины, он пришёл увидеть Бхактинона Такура, и он был знадоком санскрита. Так что Бхактинона Такур попросил его сядь под этим деревом, где он живёт дух, и читай там течение месяца вслух Бхагавата. И в течение целого месяца этот человек сидел под деревом и читал Бхагавата. И что случилось спустя месяц? Дерево упало, и дух исчез. Так Бхактинона Такура утверждал истинную дарму. Он всегда был против разных выскочек, которые выставляли себя полным. Кроме того, в Краме Джаганадхи в его времена начались нарушения поклонений Божествам Джаганадхи. И в царь Пури он присвоил себе 80 000 рублей из тех денег, которые предназначались для поклонения Божеству. Так Бхактинона Такура засёк это, и наказал царя. Вы должны делать 52 операции в день за один месяц, чтобы Господь Джаганадхи компенсирует то, что ты украл, сказал Бхактинона. Ты должен каждый день делать 52 по отношению к Божеству в течение целого месяца оплачивать. И царь очень сильно раздневался, что ты меня так унизил. И он собрал 30 тантриков, которые совершали ягью, чтобы убить Бхактинона Такура. И тантрики не могут повредить предного. Иногда предные говорят, ну он на меня там чёрную магию устраивает. Он проклинает меня, порчу доводит. Если вы регулярно повторяете Хари Кришна, внимательно это делаете, никакая магия на вас не повлияет. Если в процессе чистого бредного служения, вы принимаете приберющего Господа в полной безопасности. Итак, царь даниил 30 тантриков, они совершали серьезное жертвоприношение с целью убить Бхактинона Такура. Вместо этого что случилось? Умер сын этого царя. Итак, предный всегда под защитой Госдана. И так же Бхактинона Такура остановил все беспорядки, которые происходили при поклонении Господу Джаганадхи в пуле. И так же в это время появилась выскочка, которая называлась его воплощением Маха Вишну. Он был могущественным йогом, обладал мистическими силами. И он заявлял всем, что от воплощения Маха Вишна. У него было два спутника. Одного звали Брахма, другого Шива. Они были его помощниками. И он окружил себя этот йог разными женщинами. И он заманил к себе, соответственно, дочерей, жен и сестер различных людей. И он всем обещал, я так устрою, что британцы покинут Индию. Я стану сам правителем Индии. В то время Индия находилась под британским правлением. И британцам это не очень понравилось. Они сказали, этот человек пытается разрушить наш авторитет. Нужно арестовать его. Но никто не мог даже подойти, что близко к этому йогу. Ни один полицейский не осмеливался приблизиться к нему. Они боялись даже об этом подумать. И британцы знали, что Бахтинон Такуру очень смелый человек. Поэтому они передали это поручение Бахтинону Такуру. Пожалуйста, арестуй этого человека, он пытается бросать вызов нашей власти. Бахтинон Такура тоже не нравился этот человек, потому что он заявил, что он воплощение Индии. И у него два помощника, которых он называет Брахма и Шива. И потому что он был воплощен. Женщины, 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 etc. И британцы тоже получили жалобы на него. И Бахтинон Такуру не был сомнением, что этот человек был воплощен. Он был просто самозванец. Бахтинон Такур был очень смелый. Прятный, он не трус, он смелый. И Бахтинон Такур отправился в этот лес, где жил этот йог. Это йоги были мистические силы. Он был в его комнате. Он был в его комнате. Он говорил, что Бахтинон оказался там с его солдатами. И он находился внутри комнаты, когда Бахтинон приблился к этому помещению вместе со своими солдатами. И мистический йог почувствовал, что пришел Бахтинон Такур. И он громко сказал, я знаю Кидаранадада, зачем ты пришел сюда. Это было мерзкое имя Мартинон Такур. Ты просто не понимаешь, кто я такой, сказал Йог. Я Вишну. И я выгоню всех британцев. И тогда я стану императором, а ты будешь моим главным помощником. И тогда Бахтинон Такур спросил его, если ты Вишну или Кришна, почему ты не посетил в Чагна-темпле? Что ты в этих джунглях делаешь? Там же твоя обитель. И Йог сказал, что этот Чагна-темпле? Эта статуя сделана из дерева. Ты хочешь мне идти туда и поклоняться эту дереву? И Йог очень нагло заявил. Он сказал, что что? Джаганадха? Это просто кусок дерева. Я должен идти туда и поклоняться ему. И он сказал, что Джаганадха это просто статуя. Он сказал, что выгоняйте его, выгоняйте его. И Бахтинон Такур сразу же приказал, что выгоняйте этого. Полицейские просто дрожали и сказали, что нет, мы к нему не подойдем, тут наша вся семья протрет. Он сказал, что она говорит, что Бахтинон так уж положил наставить, ну-ка наручники ему наденьте, быстро арестуйте его. И этот человек был привезли в Пури и посадили в тюрьму. Этот человек был тысячи последователей. И они все устроили огромную демонстрацию возле тюрьмы, освободите нашего Гуру. В связи с тем, Хатра Бахтинона, entire family, became severely ill. That's why he became sick, his children became sick. And the whole town was talking, because Sankara Бахтинона is offended and imprisoned Vishnu, now he's getting the punishment. His wife would say, release him, they're all going to die. And his wife started to say, release him, or we're all going to die. And he talked about the people who said, die, but this man would love you. So there was a trial that took place for 18 days. 18 дней шло судебное разбирательство. And at the end of the evening they talked about the people who were going to write a judgment. И в конце разбирательства Бахтинон Такур должен был написать приговор. Сейчас у нас есть диктофоны, можно надиктовать приговор. Но в те дни не было ни диктофонов, ни секретарей. И сам судья должен был писать приговор письменно. И в тот день, когда Бахтинон Такур должен был подписывать приговор, всю правую сторону парализовано. Это был очень могущественный йог. Бахтинон Такур не мог двигаться своей рукой. Но он был решительно настроен. И к тому времени, когда уже нужно было последний срок подписания приговора, рука у него заработана. И он зачитал приговор. У этого человека ему дали срок 18 месяцев. И когда этот человек был отмечен, Британский логер, который говорил, что йоги привели к хирургану по волонам, что он был из-за корыр сика. И когда этот йог выводили из Зава Суда, один британский юрист, который слышал, что йоги держат свою мистическую силу в волосах, подошел, взял и обрезал мушетку. Позже этот йог совершил самую историю. И вся семья Бхатинат Такура выстрелила. Можество замечательных игр совершил Бхатинат Такура. Бхатинат Такура установил истинное учение Господа. И за свою смелость и честность он заслужил всеобщее признание. Он вел очень простой образ жизни и всегда был удовлетворен. Одно из качеств, но он всегда удовлетворен благодаря служению Господу. Как царица Кунтия молится, Господь, пожалуйста, пусть эти беды приходят снова и снова. Почему? Потому что чем больше приходят эти беды, тем больше я медитирую на лотосные стопы Господа. Чем больше я медитирую на лотосные стопы Господа, тем быстрее я освобожусь в вороты рождения и смерти. Так, вредный остается небеспокоен в любых обстоятельствах. Такра Бхатинат Такура был очень скучным. Бхахтинан Такур также был очень щедрым, кто бы не пришел к нему в дом, он никогда не уходил с пустыми руками. Такра Бхахтинан молился, пожалуйста, пошли мне луч в Вишну, чтобы он продолжил эту миссию. И Господь послал ему Димал Прасаду, кто был Димал Прасад? И он был Макхитинан Димал Прасаду. Димал Прасаду, его мать в Бхагово-цеблеве, она принесла его на колесницу Господа Джаганатхи, когда проходила Ратхаятра. Через два дня в Джаганатхапури будет эта огромная Ратхаятра. Если вы не были, вы можете посмотреть по интернету, если не сможете туда поехать. Итак, это очень знаменитая Ратхаятра. Обычно колесница останавливалась у дома мирового судьи. И Такра Бхахтинан Димал Прасаду, его мирового судьи, он получил возможность положить ребенка в стол Коспода Джаганатхи. И что случилось? Гален от Джаганатхи упал прямо на ребенка. Такра Бхахтинан считал это очень осуществительное место. Но различные симптомы он мог видеть, что этот Бхагово-цеблевый Прасад, и появился, в ответ на его молитву, что Господь отправил кого-то, который поднял его мировое движение, после него. И он дал особое обучение или образование своему этому сыну. В возрасте семи лет Бхамал Прасад уже на память знал все шлоки Бхагово-цеблевого Дмитрия. А в возрасте десяти лет он уже был просто ходящей энциклопедией. В возрасте четырех лет так случилось, что Бхамал Прасад съел манго и не предложил его Господа. Бхахтинан Такур отругал ему и сказал, «Ты больше никогда не должен есть то, что не было предложено Господа». И Бхамал Прасад никогда не ел манго. И Бхамал Прасад никогда не ел манго. Когда кто-то купил его манго, он сказал, «Я обрежу его». И каждый раз, когда ему предлагали манго, он говорил, «Я оскорбите». Бхахтинан Такур был очень рад явлению такого удивительного общества. Но когда подошло время получать посвящение Бхамал Прасаду, Бхахтинан Такур не захотел ему лично давать посвящение. Он отправил его к очень возвышенному преданному Горгишорда Азбабаджи. И с материальной точки зрения Горгишорда Азбабаджи был неграмотным. Он даже свое имя не мог написать. Но он сдал на память всю Гиту. И был очень привязан к повторению Святых Семенов. И он выбирал для повторения Святых Семенов такое место, где бы его никто не беспокоил. Где он повторял? В публичном туалете. Изнутри закрывал дверь. И повторял громко Святые Семеновы. Никто не любит те места, где воняет. Он был так привязан к временам. Бхахтинан Такур обратился к нему за посвящение. В то время он имел репутацию лучшего астролога и замечательного оратора на английском. С материальной точки зрения был высоко образованным человеком. И так три раза происходило. Бхахтинан Такур тогда ему сказал, если не получишь посвящение, больше домой не возвращайся. И в то время Бхахтинан Такур сказал, что если не хочешь посвящение, то я отоплюсь в Гуамбе. И он был единственным иминицированным мощником Горгиша Дазбаваджи. В Гуамбе Дазбаваджи и Горгиша Дазбаваджи в Дхакарбат-Нью-Йорке Он был посетителем и посетителем. Бхахтинан Такур собирались вместе и обсуждали в Писании. Бхахтинан Такур два раза посещал Риндаун и обходил все святые места паломничного. Также Бхахтинан Такур был очень опытным в выполнении своих матьяльных огаданностей, как судьи. Иногда у нас возникают ложные концепции по поводу сознания Кришны. Они не понимали, что Горгий был эксперимент в том, что он опытен во всем. Бхахтинан Такур был очень эксперимент в выполнении правительственных решений. Бхахтинан Такур был очень опытным, обладал и очень хорошо выносил все приговоры. Ему хватало пять минут, чтобы Расма выслушать дело и вынести приговоры. Обычно у английских судей это занимало недели. Он был очень уважен в правительстве, как человек интегритет и интеллекта. Поэтому Бхахтинан Такур уважали даже с этой точки зрения его сотрудники. Так же Бхахтинан Такур очень сильно сомневался в том месте, которое все представляли как место явления Ши-хитани. Потому что он работал с Бхахтинаном, они имели его в течение, и они его перевели в то место, где он мог провести расследование по поводу места явления Ши-хитани. Однажды Бхахтинан Такур совершал свой башен в доме, который находился на Кадру Мандвикю. И он мог видеть его на другой стороне. Семь-хитани. И на большом расстоянии он увидел сияние. Он пошел туда. Он увидел это сияние и сходил в том месте, где танцевал Ши-хитани. Он также увидел там деревья Туласи. И он увидел исследование, которое поддерживало его мастерство. И это место явления Ши-хитани Мабраму. И он поспал своего Ши-хитани Мабраму. И он поспал своего Ши-хитани Мабраму. И он попросил Джиганат Туласа Бабажа подтвердить результаты его исследований. Так что, когда Джиганат Туласа Бабажа пришел на сцену, он прыгнул на баскет. И начали танцевать, танцевать и танцевать. И это все! Это все! Это все! Это все! Он предсказал, что скоро придет Сенапати, который распространен в Киеве. Он предсказал, что скоро придет Сенапати, который распространен в Киеве. Сенапати означает воин, но он означает «спиритулный воин». «Спиритулный воин» борются с майами. Мы все воины, но мы младшие воины. Он предсказал, что это Сенапати, который принесет учение о сечетании Мапплоттей всего мира. И кто это Сенапати? Он предсказал, что один день Америки, Русские, Францы, Германии и 10 стран. Он предсказал, что один день Америки, Русские, Французы, Англия и другие страны. Они соберутся вместе и будут прославлять Русские. Он предсказал, что там будут русские, они будут играть на амбридангов, каразалов. И вместе с другими преднами они будут собираться с бенгальскими преднами и петь имена Господа в Махапуре. Махапурша спрашивает, что Кардилова упоминался там в списке? Это включается в список под именем Каратала и Мриданги. Каратала и Мриданги это традиционные вайшнавские инструменты, а гитары и аккордеон это уже современные. Так что он предсказал, что все три предсказания уже сбылись. Тахар Вактинон вел очень простой и простой образ жизни. И если кто-то начинал его прославлять, он очень стыдал. Предному не нравится, когда его прославляют. Он беспокоится из-за этого, если кто-то его прославляет. Бхак Сиданта предупреждал, будьте настороже с теми, кто вам мстит. Если кто-то вам мстит, знайте, он что-то у вас попросит. Санатана Нагасвами хотел сбежать с тюрьмы для того, чтобы отправиться в Бенарис и встретиться с Сиданей Маврабу. По пути, когда он уже шел в Бенарис, он остановился в одной гостинице. У менеджера этой гостиницы был астролог. И он мог точно сказать, сколько денег у постояльцев. И он сказал хозяину гостиницы, вот этот гость у нас богатенький. У него восемь золотых монет. И тогда этот хозяин гостиницы стал очень гостеприимным по отношениям к Санатане Нагасвами. Буквально в поклоне сгибался перед ним силы ему. И Санатана сразу все понял. Чего это он так ко мне почтительно относится? И он обратился к своему слуге. У тебя что, с собой какие-то деньги? Он сказал да. У нас семь золотых монет. На самом деле восемь было. И Санатана Нагасвами взял эти монеты и отдал хозяину гостинице. И хозяин гостиницы сказал, у меня была информация, что у тебя при себе восемь золотых монет и я собирался ночью у тебя прикончить. Сейчас ты принес сам эти золотые монеты и спас меня от грехопадения. Поэтому я не буду у тебя брать эти монеты. Он сказал, нет, забирай. Если ты их не заберешь, то кто-то другой придет и заберет. Потому что они скрывались от правительства. Дак Бахтинонта Кур не принимал никакой вести. И он был полностью погружен в служение миссии Шичи Канима Абраму. В 1896 году он создал книгу «The life of my catania» «The life of my catania» В 1896 году он разослал свою книгу о жизни Шичи Канима Абраму в университете всего мира. До этого не было печатных станков. До этого не было печатных станков. Печатная промышленность началась развиваться в 1880-1870. В Британии печатная промышленность начала развиваться где-то в 1880-х годах. Может быть, это было в России, я не знаю. Может быть, и в России в это же время. В 1896 году он написал эту книгу о жизни, учения Шичи Канима Абраму. И он отправил ее по университетам всего мира. Один из этих университетов, который получил эту книгу, это университет Мангилла в Монреале. И этот книг был там, до 1776 года. Здесь был книг, который был в 1896 году. И он был в 1867 году. До 67 года эта книга хранилась там, в библиотеке. И Слава Павпадея проработал его учение Шичи Каним, Швабху Бхатяналтагура. И храупа сказал, это было для кристосового доставления. В 1896 Пехатяналтагура в Бхатяналтагура начинает произведение. И это был в год, когда Швабхат agora появлялся на планах. И в своем посвящении Шракул Пана пишет, что по устройству Костана в 1896 году Бахтинот Такур разослал эту книгу, и это также год явления Шракул Пана. Поэтому я часто говорю приятным, что Бахтинот Такур был первым большим распространителем книг в международных масштабах. В 1896 году Бахтинот Такур был великим предсказателем, он был пионером во многих делах. Он ходил на заседание суда со знаком Тилак и налогу, но при этом у него была заседание. И он был очень пунктуальным, если он назначал какую-то встречу, он приходил минуту в минуту. Так что, как я уже говорил, Бахтинот Такур оставил нам свыше стартник, и он был очень радостный читал эти книги. Хотите услышать ежедневное расписание Бахтинот Такур? Он спал он три часа в сутки. В течение девяти часов каждый день он писал книги. Мы с вами в Линдауна спали обычно час-полтора. Сколько мы спим? Десять часов. Но Бахтинот Такур спал всего три часа. Но Бахтинот Такур спал всего три часа. В течение девяти часов каждый день он писал книги. Он писал книги на многих языках, на английском, Ория, Пенгали. В течение пяти часов каждый день он читал джапу и изучал книги. Поэтому даже на уровне высокого духовного развития мы не должны говорить, о, все, я уже так продвинулся, что теперь мне джапу не нужно повторять. В 18 главе Бхагаладхита Кришна говорит, что ягья, дана и тапа, они должны оставлять даже освобожденные. Возьмем к примеру Харидас Такуру однажды, когда он заболел. Он все равно отказался уменьшать количество своих кругов. Продвинутый и преданный, несмотря на свою продвинутость, он не оставляет чтение книги и повторение джапу. Итак, пять часов дней он уделял для джапу и изучение книг. И в течение шести часов каждый день он работал как судья. И так 24 часа в сутки он был поглощен приятным служением Господу. И так ложился спать он в восемь вечера и где-то уже в десять он встал. С десяти вечера до четырех утра он писал книги. Прабхупада тоже писал книги ночью, когда никто не беспокоил его. С четырех до четырех тридцати, Бханат Такур полчаса отдыхал. С четырех тридцати до семи утра он повторял джапу. С четырех до семь до семь тридцати он работал с почтой. Он был очень известный ученый. Люди писали ему много писем, он отвечал на них с семи до семи тридцати. до девяти тридцати до девяти тридцати он каждое утро изучал Священное Писание. С девяти тридцати до десяти он кушал прасад и готовился к выходу на работу. И какой у него был завтрак? Два чапати, фрукты и пол-литра молока. Пол-литра молока, два чапати и фрукты. Бханат Такур полчаса. С десяти утра до часу дня он выполнял обязанности судей. С часу до двух он отдыхал дома. С два до пяти он продолжал свои обязанности судей. С пять до семи вечера он переводил книги на Бенгали. Многие книги, которые мы сейчас читаем, были переведены из Бенгали на английский. Затем он совершал омовение и принимал просаду с семянами. И какой у него был ужин? Два чапати, рис и пол-литра молока. Вот и все. Вот и все. Так вот это было, briefly, Дхакра-бхаттинрава's schedule. Так вот Дхакра-бхаттинрава был в Дриха-аста-асраме. Он использовал для того, чтобы восстановить истинное учение. В Дхакра-бхаттинрава есть очень известный парень Шар-нагадзи. Что значит Шар-нагадзи? Предаваться. Предаваться. Предаваться кому? Предаваться. Так вот он говорит, что мы всегда должны глубоко погружать свой ум в воспевание славы Господа. Ум должен быть куда-то погружен. Слава-да? Если он не погружен в что-то позитивное, он найдет себя негативное занятие. Поэтому Бхаттинотта пишет, внимательно воспевайте славу Господа. Когда мы повторяем Харе Кришна мантру, мы тоже прославляем Господа, О Господь, О Безграничный Господь. Дальше Бхаттинотта пишет, внимательно воспевая славу Господа, вы сможете овладеть своим умом. Ума проблемы, нет проблемы. Есть проблемы с умом у кого-нибудь? Чуть-чуть или большой? Окей. Это вселенская проблема. Да. Это делает тебя хорошо почувствовать, да? Да. Если вы знаете, что только эта проблема существует для вас, то вы чувствуете очень печально. Если вы чувствуете, что эта проблема у всех такая есть, значит не так печально все. Так что проблема с умом есть у всех. Это подтверждает Кришна. Он говорит, все сражаются с умом и чувством. Так что Бхаттинотта кур дает нам секрет, как овладеть умом. И так, если мы будем повторять внимательно святые имена, мы овладеем умом. Тогда мы уже не будем говорить, что это то, у меня все время беста. Так, совершайте Харе Кришна Киртан. Нужно оставить ложную гордость, говорит Бхаттинотка. Ложная гордость – это причина нашего рабства в материальном существовании. Из-за ложной гордости мы думаем, чего это я должен предаваться? Я и так все знаю. Мне не нужны наставления. Ложная гордость принимает разные. И Бхаттинотта курс советует, оставьте ложную гордость. Но мы не можем что-то оставить, если у нас нет лучшей замены. Чтобы оставить что-то низшее, нам нужно что-то более возвышенное. Если он на работе платит тысячу долларов, вы ее оставите только если он заплатит больше. Поэтому Бхаттинот такой говорит, оставьте ложную гордость. Это можно сделать в процессе воспевания. Считайте себя всегда бесполезными. Считайте себя нигодными. Мы все равно думаем, что я лучший дар Богу человечеству. Ни одного как мне. Ни одного более искреннего, чем я. Бхаттинот такой говорит, что считайте себя нигодными. Ниже, чем трава Солома на улице. То есть считайте себя самым незначительным. Как Кришнадар Каврад говорит, Бхаттинот такой говорит, что если кто-то произнесет Мое имя, он ускорился настолько от вашей. Поэтому Бхаттинот такой говорит, считайте себя нигодными и бесполезными. Он подчеркивает важность культивирования смирения. И так же он говорит, практикуйте все прощения, как дерево. Дерево всех прощает. И всегда готово всем служить. И так нужно быть таким же прощающим, как дерево. Даже если кто-то рубит дерево, дерево служит ему. Так же Бхаттинот такой советует оставить насилие по отношению ко всем существам. Расстаньтесь с насилием. Пленный не хочет никому навредить. Он признает Сарва Юнишика Унтия, все сотворено Госдумом. Так что Бхаттинот такой советует оставить насилие по отношению ко всем живым существам. Минтейн. Поддерживать другие живые существы. Так что мы поддерживаем или помогаем другим, даваем сознание Кришны. В течение всей своей жизни никому не подчиняйте беспокойство. И в течение всей своей жизни никому не подчиняйте беспокойство. Да, вы думаете так? Думали когда-нибудь такое? Я не буду беспокоить никому. Он не подчиняйте. Нет, нас это не беспокоит. О, Господи, я не подчиняйте. Если у меня все хорошо, то остальные меня не беспокоят. Но Бхаттинот такой говорит, никому не подчиняйте беспокойство. Повторяйте свои круги, но не так громко, чтобы другие могли тоже слышать. Все люди уйдут свои действия. Так что не администийте ничего не садах на никому. Не администийте беспокойство ни на кого. Всем несите благ! Делайте всех счастливыми! Как вы можете сделать всех счастливыми? Б дать им пирожные курицы? Нет, мы можем всех сделать счастливым, только давая им сознание Кришне. Итак, не следует никому причинять беспокойство, но всех делать счастливыми. И также Бахтинад Такур советует забыть о собственном счастье. Иначе говоря, заботитесь о том, чтобы все были счастливы, но не думайте о своем счастье. Обычно мы думаем, мои желания должны стать желаниями Бога. Но преные думают, желание Бога должно стать моим желанием. Так Бахтинад Такур предупреждает, сделайте так, чтобы другие были счастливыми, но не думайте о своем счастье. Иначе не нужно быть эгоистичным. Учение Бахтинад Такура очень обширно. И его вклад в васянализм не имеет никаких аналогов в истории в васянализме. Сегодня мы слышим о том, какую огромную работу пройдяло Бахтинад Такура. Он восстановил истинное учение Шри Читадима Абраму. Он обучил полностью Бахтинад Садасвати, так что тот смог создать организацию, которая представила всю культуру сознания Кришны. Садасвати Бахтинад Такур. И это было успеха, что она была идеей, что Бахтинад Такура, которая вовсе совместить. Это было предложение Шри Пхатинад Такура, что вася Пхатинад Такура. И в этот благоприятный день мы должны склониться к прощению к стопам Бахтинога Какура и молить о его милости для того, чтобы духовно продвигаться. Появляя на филе Гададар Пандит, мы должны прощения к стопам Бахтинога Какура и молить его о милости, чтобы духовно продвигаться. Гададар Пандит не мог ни секунды прожить без общения с Господом. Такова должна быть наша медитация. Чтобы мы всегда находились в обществе Господа. Мы молимся о Бахтинога Какура. Мы молимся о Бахтинога Какура, чтобы мы могли бы развивать эти качества, о которых он говорит о Шаранагате. Кто из вас хотел бы развивать эти качества, которые он напоминает Шаранагате? Сегодня у вас есть хорошая возможность. Молитесь о Бахтиноге Какура. И если вы просто следуете этому совету Бахтинога Какура, он говорит, внимательно повторяйте Святое Имя, это поможет вам овладеть умом. Это важное наставление для всех нас. И тогда, если вы последуете этому совету, успею гарантирую. Господи. Бог jóно. Господи. Бог. Правительство. Бог. Новос admitted endroit Господи. Господи. Правительство. Правительство. Нали, gedруже. ISO ГНС. Все- malware-вновей. Как они pitching? Я не знаю, что Панди находился в настроении Шадимати Расхарани, будучи Кришной, а Гадасхара Панди являлся Шадимати Расхарани, находясь в своем настроении. И как они, получается, в одном и том же настроении находились? Настроение Гадасхара Панди было в том, чтобы всегда служить в крестном мечтании. Он принимал Шадимати Расхарани как Кришна. Сегодня не отвечает на Шадимати Расхарани, сегодня пост, на полудня. Мы можем дать его и съесть его, попозже. Продолжение следует... Вопрос о книге, которая была в библиотеке, где она сейчас... Мухараш говорит, что один из наших предных учеников, Шадимати Расхарани, писал докторскую диссертацию по этой, он пользовался ей. Скорее всего, она там же находится. Мухараш, скажите, пожалуйста, кем является Шива Браксидон Такур в духовном мире? Браксидон Такур, Кришна, который является. Браксидон Такур является облашением Манжари по имени Камала Манжари. Манжари — это помощницы Клопи, а Клопи — это помощницы Расхарани. И у всех о них одна цель — доставить удовольствие Кришне. Также его описывают как воплощение милости Костана. Кришне. Кришне. Вы говорили, что доктор Кришне был неинтересен, но он сказал, что два книги, Прадхана и Прима Бхактичандика, и он дал эти два книги к Браксидон Тарасваду. Я не могу слышать. Я не могу слышать. Да. Он получил книги, но он писал. Но его вопросом, он был неинтересен, что он делал. Это ту книги. Он сказал, что он по tale твишине может читать эти книги. А он спрашивал про книги годы, но он должен купить эти книги. Он вдохновлял своих последователей читать эти книги. Прямо Тищандрика и Радхана. Ну, все знают. Он был неграмотным с материальной точки зрения, но он знал всё. Каждый раз я пытаюсь обучать практику, как Принада Пису Ничина, ситуация становится настолько тяжелой, что я не знаю, что делать. Попробуй, попробуй снова, и вы сможете успеть. Вот, что делать? Ну, Бурм хорошо отвечает. Снова и снова, пытаясь, ты сможешь достичь успеха. Не оставляй попытки. Не сдавайся. Есть в Америке компания Эвис, которая сдает варианты машины. Во всех аэропортах мира, даже в Шереметьево, есть эти. У них есть лозунг. У них есть лозунг. Мы стараемся трудиться тяжело. Мы стараемся лучше. Я часто предназначаю, что у нас такой же девиз должен быть. Стараться изо всех сил. И никогда не оставлять попытки. Материалисты же не оставляют свои попытки быть счастливыми в материальном мире. Даже в старости снова пытаются. Мы тоже должны предлагать все усилия. Еще сильнее трудиться. Да, Бартийский вопрос. Когда Бартийский Крантур просил посвящение, у Гаоура пришел Раджат Бабаджи, он говорил, что он готов утопиться. И когда во время процесса над мистическим йогой Бактириноден Хакур сказал, что если нужно, мы умрем, но накажем этого человека. Как относиться к готовности к смерти в данном случае? В каком случае? Я готов утопиться, и мы умрем, но накажем его. В данном случае готовность пожертвовать собой. Как относиться? С чьей готовности? Бактинод такое? Ну да, проводя параллели между этими словами. Он вопрос о двух разных случаях. Когда Бахтийский Крантур сказал, что я готов, чтобы прыгать в ганга, если вы не дали мне инвестиции. Также Бахтийский Крантур сказал, что мы умрем, но мы уберем этого Раджат Бергин. Что это? Вопрос в том, в чем? Как относиться к готовности к смерти? Путь в том, что Бахтийский Крантур показал, что Бахтийский Крантур должен проверять решение. В случае с Бактинодским Патинодским Крауном, Бахтийский Крантуре просто проверял решимость Бахтия, Перед тем, как начать посвящение, проведем его. И Бхаги Сенат был готов на все для того, чтобы получить посвящение. И когда Бхаги Сенат был полностью убежден, как Бхаги Сенат был полностью убежден. Что это не для мошенник, который просто себя выставляет, как воплощение Кришны. Поэтому он действовал таким образом. На этом мы остановимся. Вечером мы также обсудим на вечерней лекции в храме Джаганадхины, обсудим некоторые оставления Бхаги Сенат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...